Продолжение следует... Может, люди зря боятся? Взять можно, если дадут. Но давать должны реже. И просить должны реже. Рациональное потребительское поведение на кредитном рынке – это когда люди берут кредиты на растущих доходах. Сегодня я не могу эту вещь купить, но хочу. Мои доходы растут. Разумно взять в кредит и купить уже сегодня. Если же доходы людей снижаются, их рациональное поведение не брать. То, на что сейчас уже не хватает денег. То есть лучше отказаться от покупки? Если можно, да. То есть то, что сейчас люди стали меньше брать кредитов, говорит о том, что народ наш умнеет. И банки, кстати, тоже. Давайте тогда перейдем к такому вопросу. Как сейчас беречь деньги? И перейдем к реальному примеру. Допустим, есть семья. Жена получает 25 тысяч рублей, муж 30, а того 55 тысяч в месяц на семью. Как их грамотно хранить? В долларах, евро или вообще нет смысла конвертировать эту сумму? Хранить деньги, копить деньги – это вообще не для всех. Если человеку меньше 35 лет и у него остаются деньги, он неразумно живет. До 35-летнего возраста денег должно не хватать. Если вам до 35 хватает денег, что-то неправильно в вашей жизни. Если же у вас есть уже подходящий возраст и есть источники доходов, то тогда в первую очередь закрыть, сначала закрыть основные потребности. У вас не должно быть дыр в том, что должно быть у человека. Жилье, образование, здоровье, отношения с родственниками. И лишь потом на что-то можно откладывать. Ну, в какой форме откладывать? Золотой правил инвестирования в трех разных валютах. Рубль, доллар, евро. И в банках. В банках в пределах суммы, которая покрывается агентством по страхованию вкладов. И тогда вопрос про нашу область, Ярославскую. Какие экономические показатели сейчас в нашем регионе? Они лучше, хуже наших соседей, по вашему мнению? Наша область примерно находится на том же месте, что и другие области Центрального федерального округа. То есть продолжается неблагоприятная тенденция. Ярославская область медленно, медленно, год за годом теряет то преимущество, которое унаследовало от советской власти. Всего-то 10 с небольшим лет назад по зарплатам ярославцы были на третьем месте в Центральном округе после Москвы и Московской области. И затем начали помаленьку сдавать, сдавать, сдавать. Сейчас мы, ну, чуть лучше, чем средние. Какое-то время будем средними. То есть мы стали такие, как все, а были особо богатые и привилегированные. Ну что ж, есть к чему возвращаться и к чему заново стремиться. Спасибо. Напомню, сегодня актуальные экономические вопросы мы обсудили с кандидатом экономических наук Александром Прохоровым. Спасибо.